Последний день строгого карантина. Правда, даже завтра Ирина не сможет ощутить весь вкус свободы. Во время ее самоизоляции вышел указ губернатора об ограничениях. Закрыты торговые центры, рестораны и кинозалы. Зато сходить в магазин за продуктами она, наконец-то, может сама. Просить друзей и коллег больше не придется. Психологически я довольно просто перенесла режим самоизоляции, но вот меня очень сильно расстраивает настроение людей, которые предлагают сжечь, расстрелять, расчленить всех, кто недавно вернулся из-за границы. Я ни в коем случае здесь не оправдываю нарушителей карантина, которые, правда, безответственны, и здесь имеет место быть уголовной ответственности. В начале марта никто не знал, что мир так сильно изменится, когда все покупали путевки. Пандемии не было. Кто из вас месяц назад успел купить доллары? Кто закупился туалетной бумагой, антисептиками и гречей? Никто. Никто ни о чем не знал, и туристы тоже. Больше всего, говорит Ира, ее удивляет позиция местных журналистов, которые интересуются, на какие деньги домохозяйка летала в Доминикану или как эта чиновница улетела в Таиланд в разгар эпидемии. Ирина считает, что сейчас у представителей СМИ должна быть другая роль. И это точно не разжигание ненависти между людьми. Ведь всем нам сейчас нужно сплотиться и пережить это непростое время. Дарья Демиллер, Ирина Корчегина. День с толком.